Добрый день, друзья! Есть такой народный депутат Украины Мустафа Наем. Если кто не знает или уже не помнит, это тот человек, который зазывал людей на Майдан. Он в Фейсбуке тогда писал, берите с собой кофе, теплую одежду и собирайтесь на Майдане. И вот этот Мустафа Наем вчера на своей странице в Фейсбуке опубликовал вот такой пост. В нашей стране действуют десятки незаконных муниципальных формирований, имитирующих функции правоохранительных органов в регионах. В разных городах они называются по-разному. Где-то это муниципальная полиция, где-то муниципальная охрана или варта, а где-то просто охранные предприятия. Все они зарегистрированы как коммунальные предприятия, формально выполняющие функцию охраны имущества. Но по факту это небольшие армии, созданные местными советами в угоду региональных князьков. Чем они опасны? Опасность в том, что все эти коммунальные предприятия подменяют собой функции правоохранительных органов. Уставы этих, подчеркиваю, коммунальных предприятий в нарушении всех законов и норм позволяют сотрудникам коммунальных предприятий применять силу использовать спецсредства, задерживать, проверять документы граждан. При этом практически во всех городах, где мы нашли такие формирования, сотрудники коммунальных предприятий носят форму, идентичную форме сотрудников национальной гвардии и национальной полиции. Разница только в том, что на них нет опознавательных знаков, погонов и т.п. Отличить такого коммунальщика со спецсредствами, например, дубинкой, от полицейского и нацгвардейца практически невозможно. То есть Мустафан Аем очень обеспокоен тем, что в крупных украинских городах формируются некие подразделения коммунальной полиции, которые могут являться альтернативой национальной полиции. Мало того, он называет эти подразделения коммунальной полиции феодальными армиями. На данный момент мы обнаружили такие коммунальные предприятия, подменяющие собой правоохранительные органы в 16 городах страны. И просто, чтобы помнить, впереди выборы. И есть большой риск, что в этот период избирательной кампании и непосредственно на самих выборах все эти формирования станут оружием местных феодалов и действующих администраций. Вот меня, ребята, в этой ситуации, знаете, что возмущает? А почему народный депутат Мустафан Аем не возмущается тем, что по Киеву шастают какие-то непонятные толпы феодальных армий под названием национальный корпус, национальные дружины или какие-то недоделки под названием С-14? Почему он не поднимает вопрос в Верховной Раде или в крайнем случае не пишет у себя на странице в Фейсбуке? Почему вышеназванные организации выступают в виде страшилок для простых людей? И не только для простых людей. Их боится и предпочитает не связываться с ними даже национальная полиция Украины. Получается, что по мнению Мустафы Аема, муниципальная полиция это какая-то феодальная армия. А все эти нас дружины и С-14 это не феодальные армии. А все потому, ребята, что Мустафан Аем прекрасно понимает, что все эти организации, национальный корпус, национальные дружины крышуют Авакову. А С-14 крышуют службы безопасности Украины. А вот коммунальная полиция будет напрямую подчиняться мэрам городов. И если в вашем городе какие-нибудь неадекваты из С-14 будут устраивать беспорядки и национальная полиция будет закрывать на это глаза и не вмешиваться, то коммунальная полиция сразу же вмешается. И это, конечно же, не на руку ни Авакову, ни СБУ. То есть депутат Мустафан Аем очень переживает, что может появиться альтернатива для национальной полиции. И если вдруг в каком-нибудь городе вот такая коммунальная полиция зарекомендует себя очень хорошо, то у простых горожан может возникнуть вполне логичный вопрос. А зачем нам в городе национальная полиция, если коммунальная полиция полностью справляется со всеми городскими проблемами? И если кто-то вам будет рассказывать, что в национальной полиции очень серьезный подход к подбору кадров, и что там работают лучшие из лучших, так нет, ребята. Я вам сейчас покажу одно замечательное видео, на котором новый полицейский придурковато смеется и открывает бутылки с алкогольными напитками своим нагрудным жетоном. Ну а в целом, принимая во внимание целенаправленный набор в новую полицию дегенератов, ничего удивительного в этом нет. Но представьте себе, насколько нужно быть тупым, чтобы не просто открывать бутылки нагрудным жетоном, а снимать это все на видео и затем еще выкладывать в интернет. Ну давайте вернемся к нашим баранам. Вот вчера в Киеве властям очень не понравилось, что партия Разумная Сила хотела провести свое заседание. Что власть сделала? Взяла и просто-напросто натравила на них подонков из Си-14. И те толпой туда завалили, все там поломали, потрощили, порвали партийную символику, ну и вдобавок избили зампредседателя партии. Я зам головы партии Разумная Сила, Савченко Александрович. Вот это результат того, что мы попытались провести в независимой, свободной стране Украины, партийное мероприятие, общедоступное. Мы планировали провести собрание политической партии Разумная Сила. Результатом этого возникло то, что к нам на еще не собравшийся, на не реализованное собрание, когда к нам еще не доехали люди со всех регионов, а это члены нашей партии, это наши сторонники, малое их количество, порядка 140 человек, для того, чтобы собраться и вполне официально поговорить о том, как мы можем дальше жить в Украине, как мы должны строить политику и как мы будем приходить во власть. К нам ворвалась организация С-14, без всяких на то оснований начали провоцировать, громить, срезать ножами наши баннеры, нашу символику и фактически избили меня от того единственного, который успел прийти раньше всех остальных, для того, чтобы начать подготовку к выступлению. Я хочу спросить, я хочу спросить у МВД, я хочу спросить, я хочу спросить у службы безопасности, я хочу спросить у всех силовых органов, которые находятся на сегодняшний момент на службе, почему это стало возможным, до каких пор могут проходить вполне официальные партийные мероприятия под такой угрозой. Я прошу прощения за спутанность речи, поскольку мне кажется, что сейчас у меня сотрясение мозга, поэтому меня очень тяжело вжать. Я хочу поблагодарить тех сотрудников, которые работают в торгово-промышленной, или находились на службе в торгово-промышленной палате, потому что то, что я остался жив, как мне кажется, это только благодаря всего лишь двух сотрудников, которые вышли против ста или больше человек, для того, чтобы защитить физически меня, не зная меня. Спасибо вам большое. Савченко Александр. Ну и надо отметить, что все это происходило под пристальным вниманием работников доблестной полиции, которые молча наблюдали за происходящим со стороны и предпочитали, конечно же, не вмешиваться. И самое мерзкое, что все эти представители из Си-14 и Ижи с ними никогда не нападают в одиночку. Они никогда не будут драться один на один. Они всегда предпочитают нападать толпой на одного. Я вам сейчас покажу одно видео, нужно сказать, довольно мерзкое видео. На нем вы увидите, как группа молодых людей приехала в Киев из Херсона. Находясь в центре Киева, они имели неосторожность праздновать победу сборной России по футболу и развернуть российский флаг. Ребята себе сидели мирно, никого не трогали. И тут, как в том пошлом стишке, вдруг откуда ни возьмись, появилась Си-14. Ребята, я поставлю это видео полностью и комментировать его не буду. Я скажу лишь, что вот это чмо, которое, налетев толпой, оскорбляет девочек и протягивает к ним руки, оно все равно когда-нибудь нарвется на серьезного человека и отхватит по полной. Я все-таки на это очень и очень надеюсь. Так, алкашня, что за русские флаги здесь? У нас дюба, у нас... Что это такое здесь? Это связано. Сюда. Связано, друг. Разрываем, я тебе объясняю. Эй, успокойтесь, ребят. Вы немножко не поняли? Это флаг страны оккупанта. Какого оккупанта? Ты пьяная тварь. Ты сейчас выглядишь, что ты вообще зародил тебя в землю, что ты не понимаешь. Хочешь отдыхать? Лучше отдай. И чтобы такой хуй больше не было. Ребята, отдайте просто, мы отлавим и не будем. Банально, только что социальный эксперимент. Какой социальный эксперимент? Видим люди тут красные тряпочки, триколоры, алкоголь, алкогольные вообще опьянения. Как ты свою позицию объяснишь? Кто здесь за триколор? Мы не за войну, ты понимаешь? Мы за мир. Отдай мне сюда мой флаг. Слушай, ты мир. Отдай, пожалуйста, флаг. Я прошу вас вежливо, ребята. Отдайте флаг. Теперь, теперь ты пойми, теперь. Здесь война. Успокойтесь, ребят. Успокойтесь. Животное, ты понимаешь? Здесь война. Тихо, тихо. И такие вот как ты убивают наших пацанов. И поэтому... Причем тут ребят... Причем тут он. Отошли. Отошли все. Руки отшли. Ты животное. Ты вообще какой национальности? Что ты будешь рассказывать за учение за мир? Я украинец. Ты животное. Ты не понимаешь. Ты руки забыли. Что ты встал? Ты сейчас вообще ляжешь. Вот, ты животное. Контролида наносит здесь. Три колоры. Мне не нужно насилие. Идите с миром. Ребят, извините, пожалуйста. Вы еще раз такую хуйку видите? Вы все тут ляжете, и вас зародят просто с *** в пол. Вам это понятно, четко? Россия оккупант. Это безоговорочно. Если у вас какие-то есть... Украинцы, ребят. Украинцы. Видимо, вы не понимаете, что на востоке война, и такие флаги не приветствуются. И это в дальнейшем будет пересекаться. Каждым. Идите с миром. Ты сейчас миром ляжешь. Ты меня понял? Пожалуйста, успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь, не трошу его, пожалуйста. Я тебя прошу. Если бы ты был сейчас не в центре, ты сейчас уже лежал. Пожалуйста, все, ребят, успокойтесь. Я вас прошу, пожалуйста. Ты не лезешь вообще, телка. Причем тут телка. Ты понимаешь? Но зачем вы ругаетесь? Вы теперь понимаете, что здесь это не приветствуется. И это будет прекращено в любом случае. Документы. До свидания. Документы, приявите. Стоп, начнем с того. Кто вообще такие? Документы есть? Мы туристы. Туристы. То есть, вы, оказывается, не украинцы, да? Так, а как это? Вы туристы или кто вы? Ну, вы приехали в Киев. Мы не с Киева. А откуда вы? С Херсона. С Херсона. То есть, в Херсоне приветствуется русский мир. То есть, можно так понимать. Мы все приветствуют самому. Что? Так, тихо. Успокойся, пожалуйста. Успокойся. Ты немножко не поняла. Сейчас. Ну, чего мы девушку трогаете, правда? У русского мира нет национальности. Русский мир, это, блядь, смерть, это смерть и голод. Кто-то не понимает. Все люди. Ну, правда, ребята, давайте не будем... Оккупантский флаг здесь не приветствуйте. Хорошо. Вы лютите, это там, далеко у себя. Мы вас поняли. Вадники могут быть. До свидания. Ты будешь мне рассказывать украинцу, Вася? Ты про это не понимаешь или что, блядь? Да тихо, ну, пожалуйста, не ругайтесь. Ты кому будешь рассказывать? Верни, пожалуйста, не ругайтесь. Ты что лезешь? Не ругайтесь, ребят. Верни, пожалуйста. Я все знаю. Ребят, верните. Пожалуйста. Все, все, не надо. Сейчас ты уедешь на СБУ, ты не понимаешь. Ты клоун. Пожалуйста, мальчик, пожалуйста. Всем все понятно? А кто флаг отдал? Сюда флаг отдала. Ты не понимаешь? Флаг вернула сюда. Я его не... Отдайте, пожалуйста. Я вам объясняю. Триколор... Личный мужик. Триколор здесь не будет приветствовать. Кто будет за русский мир, кто будет лежать в земле. Все понятно? Хорошо, ребят, пожалуйста, успокойтесь. А теперь говори это на камеру, при вселюбном. Что ты все понял. Я тебя прошу, пожалуйста, успокойтесь. Нет, секунду. Мы можем дойти слова, чем мы все люди. Говори это на камеру. Пока ты это не скажешь на камеру, ты сейчас ляжешь в землю. Мужики. Он говорит, что ты извиняешься за свой поступок. И Россия является оккупантом. Я не разбираюсь в политике. Вопрос, ответил. Ответил на вопрос. Руки берите, сейчас ты не пожалеешь. Россия оккупант. Да у меня до лампочки, я не разбираюсь в политике. Какого хуя ты русский флаг здесь носишь, тварь ебаная, блять? Россия оккупант. Животное, ты ебаная. Я прошу, пожалуйста. Я умоляю, пожалуйста, не трогай его. Пожалуйста, успокойтесь. Дери, пожалуйста, руки. Пожалуйста, успокойтесь. Все, ребята, я вас прошу, пожалуйста, что вы мне делаете. Пожалуйста, пожалуйста, я прошу, пожалуйста. Это сепаратисты, это вата. Они российский флаг на центре города. Это откровенная провокация. Так почему вы бездействуете? Почему вы бездействуете? Вот, вы флаг забрали, вы могли как-то в этом разобраться? Все в адеквате. Это сепаратист. Это сепаратист. Он как-то летно отрицает оккупацию украинских территорий. Отрицает то, что наш Донбасс, это украинская территория. Подожди, это вопрос, ты же понимаешь. Кого вопрос? Ты мне ответь. Пожалуйста, пожалуйста, успокойся, пожалуйста. Зачем ты трогаешь человека, ребята? Хочу сказать, что вот эта вот организация Си-14 международным сообществом признана террористической организацией. А для украинской власти это патриоты и активисты, которые, к тому же, финансируются из государственного бюджета. Я уже как-то рассказывал. Всплыли факты, что организация Си-14 получила 500 тысяч гривен из государственного бюджета для своих нужд. Но если вы такие патриоты, это я сейчас обращаюсь к представителям НАЦКорпуса, НАЦДружин и Си-14, чего же вы тогда не отправляетесь в Житомирскую область и не наведете там порядок с нелегальной добычей янтаря? Ведь там давно уже, подчистую, уничтожаются леса. И там настоящая экологическая катастрофа. А потому, ребята, что сама власть крышует нелегальную добычу янтаря. Но это тема для отдельного видео. И в заключении я хочу сказать следующее. Сидит сейчас Янукович, где-то в России, смотрит на все происходящее в Украине, на все эти армии, НАЦДружин, НАЦКорпуса и Си-14. И думает, блин, а почему я не знал, что в Украине такие армии создавать можно было? А на этом, друзья, у меня все. Думайте, подписывайтесь на мой канал. Всем удачного дня. Пока-пока.